Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Из чего бы мне, господа, хотелось бы начать? Смотрите, помните, я вас вчера предупреждал, что есть такой сценарий, что мы можем вот здесь остановиться? Помните, я вам говорил, почему? Я вам рассказывал, что обратите внимание, вот здесь, везде, где были фундаментальные факторы, фундаментальные, господа, ни стрелочки, ни уровни, еще раз говорю, не буду прекращать об этом говорить. Потому что, еще раз повторяю, людей, которые попадают на таких аналитиков, огромное количество. Мне даже, господа, на телефон уже звонят и спрашивают по поводу того, как я отношусь ко всей этой истории со всеми вот этими рисунками на самом деле. И кого бы я порекомендовал из тех, кого можно смотреть, а кого не стоит. Естественно, я ни антирекламы, ни рекламы не занимаюсь. Но, еще раз говорю, те, кто делают, опять же, четко повторю, не анализ, а тупо рисование, естественно, они никакого прогноза вам не могут предоставить. Тем более, по ситуации с курсом валют. Уж акции-то, и то там, как бы проще анализировать, да, но курсы валют, тем более, конкретно рубль, например, да, который настолько многофакторный, никакими стрелочками, рисуночками вы санализировать не сможете. И еще раз говорю, эти стрелочки, уровни не могут обосновать, почему цена должна прийти туда, кроме как ожидания самого художника. Теперь смотрите, я вас предупреждал, что вот здесь зона образовалась, она образовалась давно, где именно на фундаментале, куда мы постоянно падали, а мы с вами говорили, что это чистой воды, фундаментальный фактор связан с эмиссией рубля, да, это мы сейчас с вами на доллар смотрим, но на самом деле все это происходило в юране, а доллар, он является как отражением, непосредственно через круз-курсы, да, поэтому я вас предупреждал, вот здесь мы постоянно занимали эту позицию, и потом возвращались, да, я вам говорил, что это не обязательно будет и в этот раз, но такой сценарий мы рассматриваем. И обратите внимание, сегодня очень было похожее поведение, о чем мы с вами как раз и говорили, удержание 93-го, что по юаню удержание 12,70. И это будет ровно середина вот этого импульсного вара, который начинался непосредственно после новой девальвации рубля за счет эмиссии рубля. И вот сегодня мы, господа, здесь так и остановились, именно остановились, то есть до этого мы все падали, 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 а здесь именно остановились. Гарантировать о том, что мы не пойдем ниже нельзя, но вот здесь, скорее всего, тот самый уровень, где мы с вами, господа, и переждем решение подставки и заявление Набиулиной. Теперь смотрите дальше, господа. Так как мы, еще раз говорю, не художники, мы не рисуем, мы всегда исходим из тех факторов, которые реально работают на рынке, реально влияют на курс валюты, и один из них, господа, как вы помните, это прежде всего сам индекс доллара и нефть. И я вам говорил, что все будет, и вот весь календарь, который мы с вами разбирали, да, и я вам хочу сказать одно событие, мы сегодня самое главное не дождались, оно будет очень поздно, в 23.35, поэтому я уже тогда снимать не буду, и смысла особо в этом не вижу, потому что курс уже к этому наторботает времени, и уже зависимость будет по факту только на индекс доллара. Но, господа, основное событие, которое сейчас становится во голове угла, это, конечно же, риски Третьей мировой. Еще раз говорю, я ничего не нагнетаю, там у нас был один там клоун, который написал в комментариях, что там Первый канал, там Пятый и Десятый, Аскобеева. Я так понимаю, господа, если вы пишете про эти личности, значит вы прекрасно их знаете, раз вы смотрите их, и раз и вам есть чем сравнивать. Еще раз говорю, я пропагандой не занимаюсь, мне это нахер не надо. Я вам рассказываю, что конкретно влияет на рынки. А в данный момент надо быть полным идиотом, неучим, чтобы не понимать, что такое война на Ближнем Востоке. Надо быть полным, абсолютно необразованным человеком, чтобы не понимать, насколько это влияет. И смотрите, идем с вами сегодня на золото. Помните рубрика, как я и говорил? Вот смотрите, золото. Я вас предупреждал, что она пойдет опять вверх, как только начнутся риски опять по непосредственной возможности этой изназемной операции. И вот оно, пожалуйста, как и вам и обещал, поход на 2000 уже начался. Помните, я вам говорил, что процесс как работает? Что если мы уходим в золото, что у нас происходит с тем самым американским госдолгом? Он падает. Вот вам, пожалуйста, получите и распишитесь. Процессы запущены. Ровно то, о чем я вас и предупреждал. И связаны это, господа, как раз вот с той самой, я не знаю там, кто с Кобееву смотрит, еще кого-то, да? А это с рисками Третьей мировой. Потому что Иран на самом деле, если будет задействован, там, поверьте мне, и Россия не останется в стороне. И как вы понимаете, там война коалиционная, о которой мы уже говорили. И она, в принципе, уже на стадии подготовки. Значит, смотрите, индекс доллара у нас начинает пытаться давить цены на нефть. Раз. И загонять в госдолг. Два. Но, как видите, он все равно укрепиться там, как раньше, на 107 и прочее не может. Да, он со вчерашнего дня, но тогда у нас мы видели, облигации как раз неплохо покупались. Успел немножко подняться. Но вот опять пришел на тот же предел, который выше он пока выйти не может. И вот тут нужны, скорее всего, заявления Пауэлла. Для того, чтобы поддержать его. И таким образом, соответственно, опять подавить цены на нефть. А цены на нефть у нас, естественно, сегодня отыгрывают. А я вам говорил, что когда только запасы выйдут, она вполне опять может вернуться на 90. Потому что уровень 90 является осевым уровнем, который фактически и определяет либо отсюда нефть вверх, либо нефть вниз. Сегодняшние запасы подтвердили, что в принципе они сокращаются. Правда, не на такой объем, как ожидались, например, потому что неофициальные вышли, показали там минус 2,5 миллиона баррелей. Официальные в плюсе, но на полтора, совсем там немного. Это все равно говорит о том, что спрос достаточно устойчив. Смотрите, я вам сейчас докажу, что, собственно говоря, это не просто мои какие-то больные фантазии. Смотрите, сырая нефть торгуется от заголовка к заголовку, поскольку рынок пытается оценить потенциал войны, охватывающей несколько стран на Ближнем Востоке, сказал Ребекка Бебин, старший трейдер энергоресурсов. Обратите внимание, мы читаем с вами не какой-то там, как говорится, телеграм-канал Соловьев Лайф, там или еще что-нибудь, да? Мы читаем с вами абсолютно американские издания, конкретно, например, Блумберг, конкретно не с какими-то там, как говорится, агитаторами, да? А конкретно с финансами. И вот конкретно вам описывают, да, война, возможная война, которая может действительно повлиять цену на нефть. Старший трейдер энергоресурсов, живые заголовки и заголовков держат трейдеров в напряжении и, вероятно, быстро отреагируют, прежде чем они поймут все последствия происходящего. А вот еще один момент, смотрите, это к вопросу о том, как я вам говорил, действуют словесные интервенции. США и Саудовская Аравия договорились прилагать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке. Заявил во вторник Белый дом. А помните, все время я вам говорил, почему они не боятся начать эту операцию? Почему они так откладывают? И вот смотрите, что помогает ослабить опасения по поводу серьезных потрясений на нефтяном рынке. На нефтяном рынке. Кроме того, перспектива увеличения экспорта венесуэльской нефти частично компенсировала премию за военный риск. Вот и все, господа. О чем я вам говорил? Что американцы будут принимать любые абсолютные инструменты для того, чтобы сдержать цены на нефть. Я вам буквально вчера все это рассказывал, что и Венесуэлу они для этого напрягли. И то, что начали рассказывать про то, что они там морские шельфы будут разрабатывать. И вот якобы договоренности Саудовской Аравии. Это же все словесные интервенции. Саудовская Аравия Блинкина продержала ночь. И вообще его не принимала. Поэтому я крайне мало верю, что там на самом деле были какие-то договоренности. Но рынок в это должен верить. И это все говорит о том, что почву-то они готовят, чтобы цена на нефть не полетела вверх. А это говорит о том, что операцию никто отменять не будет. О том, о чем я вам постоянно и говорил. И реакция на золото нам это четко подтверждает, что уже все опять начинают уходить в защитный актив. А впереди скоро суббота и воскресенье. И мы помним, что в конце недели, как правило, как раз когда рынки не торгуют, а я вас предупреждал, что как раз когда рынки торговать будут, они вряд ли ее начнут. Также я вам говорил, что они должны вначале согласовать в Конгрессе ту самую помощь для того, чтобы, собственно говоря, начинать эту войну. И это все, естественно, затронет, господа, валюты, рынки. Я вам не просто так все это рассказываю. Это не те стрелочки, уровни, которые там можно чертить и потом удивляться, почему цена пошла в другую сторону. Я вам рассказываю те вещи, которые реально работают, которые действительно оказывают влияние. Почему нам нефть так нужна? Нефть-то нам нужна. Почему? Потому что доллар-то прежде всего, цена на доллар-то нефти, нефть находится в ценах на доллар. И как только нефть начинает расти, а американцы, соответственно, не хотят, чтобы разгонялась инфляция, они сразу начинают укреплять доллар. И чтобы, соответственно, доллар укрепился, им нужно что? Чтобы облигации покупались. А чтобы облигации покупались, а мы видим, что они продаются, смотрите, да, мы прямо идем по цепочке, чтобы вы понимали, как это работает. Надо повышать доходность. Вот она, пожалуйста. Доходность десятилеток выросла. Двухлеток, естественно, тоже. Она осталась сейчас чуть-чуть, конечно, не на максимум, как было до этого, но все равно это максимальные значения. Не на пиках, но на максимальных значениях. Вот мы видим, доходность тоже подрастает. Притом это краткосрочные, господа. А долгосрочные у нас практически уже, нужно сказать, будут скоро обгонять краткосрок. Поэтому еще раз говорю, ситуация непростая. Игнорировать ее, это надо быть идиотом. Если там у кого-то большая вера в том, что все это только пропаганда, нет, господа, это не пропаганда. Это серьезная реальность, в которой мы живем. И она действительно будет оказывать влияние. И ситуация, естественно, на доллар, на нефть, она окажет напрямую. А почему же нам так важно? Потому что, как только нефть начинает расти, российский бюджет зарабатывает больше. То есть, смотрите, мы первый вам момент посмотрели, как нефть влияет на ситуацию с долларом. А сейчас мы посмотрим, как нефть влияет на ситуацию с рублем. Потому что для того, чтобы делать прогнозы курса валют, нужно учитывать факторы двух валют. И доллара, и, соответственно, рубля. И если вы не знаете, какие механизмы там работают, сколько бы вы там ни чертили, какая бы у вас художественная школа не была, высокого уровня, какие бы там математические расчеты вы не делали, вы попадете каждый раз в просаг. А потом перед подписчиками этим авторам приходится оправдываться или просто удалять, убирать. Я вам вчера это все показал. Поэтому еще раз говорю. Фактор рубля тоже на нефти. Поэтому нефть нельзя игнорировать в принципе, когда вы пытаетесь что-то спрогнозировать по курсам. Так вот, чем выше цены на нефть бренд, тем они выше на цену юрлс. А продажа у нас идет именно юрлс, а не бренд. И чем бюджет больше зарабатывает на продаже этой юрлс, тем это больше вероятность, что бюджет наполняется, соответственно, перекрывает дефицит, если у нас дефицитный бюджет. А значит, в этой ситуации не нужно печатать рубль. А раз не нужно печатать рубль, значит, не нужно его и девальвировать. Значит, в этой ситуации у нас тогда уже становятся с большой вероятностью признаки укрепления рубля. Вот так это, господа, работает. А там еще факторов и еще огромная куча. Я вам показал только коротенький такой вариант, для того, чтобы те, кто смотрит впервые, понимали, что будут дальше объяснять и рассуждать. А те, кто смотрит давно, ну, господа, я вам говорил, придется терпеть, потому что на канал подписываются люди. Каждый божий день новые люди приходят. И если им это все не разъяснить, дальнейшее повествование для них будет Филькина грамота. Теперь смотрите дальше. Значит, ситуация следующая. Исходя из того, что мы с вами только что разобрали, давайте теперь посмотрим, что же мы с вами сегодня ждали. А именно, число выданных разрешений на строительство США. Там достаточно большое количество было выданных разрешений. Это говорит о том, что американская экономика все-таки достаточно пока устойчива. Дальше. Продажи нового жилья. Там статистика неоднозначная. Где-то лучше, где-то хуже. Но, в принципе, продажи тоже были неплохие, при том, что максимально выросли кредиты в стоимости непосредственно ипотечные. Теперь смотрите дальше. Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике и сопроводительные заявления Банка Канады и решения по процентной ставке Канады. Вот здесь, господа, мы остановимся поподробнее. Смотрите. Максимум ключевой процентной ставки в размере 5% годовых, установленной Банком Канады, был сохранен в среду. Помните, я вам говорил, что за этим мы будем внимательно следить. Почему? Потому что, исходя из ситуации, какое будет принято решение по Банку Канады, с большой вероятностью мы можем понять, что такое же будет принято и ФРС. Потому что Канада, Америка, Британия, все это один и тот же, как говорится, состав, один и тот же поезд, который друг за другом, вагончик за вагончиком, следует. И, исходя из этого, согласовывает каждый раз свое решение. По процентным ставкам, естественно, постоянно вот эти все встречи МВФ, там и прочее, они все время координируются, потому что все это привязано все равно к доллару, и воздействие доллара постоянно на всех, в этом американцы, собственно говоря, и очень преуспели. И именно это они боятся потерять. Теперь смотрите дальше. Решение регулятора соответствует прогнозам рынка. Не меняя процентную ставку, Центробанк принял решение в свете усиления признаков снижения экономической активности и давления на цены в результате ужесточения денежно-кредитной политики на предыдущих заседаниях. Ну, короче, дальше мы читать все это не будем, смысла особо нету. Основной сигнал мы получили. Ставка не изменилась. Нам это намекает, что и Америка, скорее всего, ставку может не поднять. А обратите внимание, господа, кто уже вловил логику, а ведь это нам намекает, что и Россия может ставку не поднять. Тем более, смотрите, как неплохо-то мы, в принципе, укрепили рубль, да? Конечно, лучше бы там 82-84, но мы помним, при старом бюджетном правиле тогда Орешкин сказал, что мы не вытянем. Это еще было на питерском экономическом форуме. И кто, как говорится, умеет слушать, тот услышал. Так что здесь, конечно, с большой вероятностью на 82-84 мы не пойдем. А у 92-94 занять вполне себе можем. И тем более, как я уже говорил, принято огромные меры для того, чтобы, собственно говоря, перекрыть вот этот дефицит бюджета. А самое главное, конечно же, это конвертирование, секунду и ручки, господа. Это самый главный фактор, который, судя по всему, сейчас, видимо, все-таки меняется в сторону от процента большего не конвертирования к конвертированию. Так вот, эти сигналы мы, господа, уловили. Ставку у нас, возможно, все-таки могут и не повысить. Тем более, мы знаем, что экономика достаточно начинала показывать свои даже моменты замедления. И плюс, конечно, с инфляцией вопрос. Вот это будет самый главный баланс по инфляции. Если будут признаки инфляции замедления, то это, естественно, еще больше тогда подведет к этому решению. Теперь смотрите дальше. Ну и, как вы понимаете, естественно, раз другие ставки не поднимают, значит, конкурировать с ними тоже не придется, да, чтобы, так сказать, укреплять свою валюту, при том, что они свою укрепляют. Поэтому здесь с большой вероятностью, что есть признаки, что, возможно, не ФРС, не Европа, а значит, и Россия может не поднимать ставку. Теперь смотрите дальше. Запасы сырой нефти США. Вот это было очень важно, как я сказал, да, мы это очень ждали. А они вышли, господа, достаточно, как я уже сказал, в принципе, там 1,7, по-моему, здесь я сказать не буду, потому что, по-моему, я это смотрел во время прямого эфира, да. В общем, короче говоря, они там, по-моему, 1,7 в плюсе. То есть, чуть-чуть как бы в плюсе, не в минусе. То есть, они все-таки показали небольшое накопление. Но в целом, это все равно неплохо, потому что, и мы видим реакцию нефти. Она на это тоже отреагировала все-таки попыткой вернуться на 90. Но обратите внимание, доллар-то начал расти, господа. Вот она. Вот она на ваших глазах как раз. Вот он пошел вверх. Вот сейчас он немножко корректирует, потому что нефть откатила. Вот смотрите, включим нефть. Вот, вот. Вот как это, господа, работает. Вот. Смотрите, доллар начал откатывать ровно тогда, когда нефть начала падать. До этого она шла на 90. И вот как доллар сейчас, если начнет опять откатывать, нефть опять пойдет расти. Все очень банально и просто. Еще раз говорю, никакие... Вот, видите? Только нефть показала, что она начинает расти. Смотрите, раз, и сразу что с долларом? Доллар начинает расти. Поэтому еще раз говорю, ни стрелочки, ни ур, не верьте в эту чушь и бред. Это абсолютная профанация. Это нельзя назвать аналитикой. Это можно назвать рисунками, художествами, возможно, исполнение своих мыслей. Как вам выразился у нас один из каналов Курс Доллара. Я, говорит, просто показываю вам свои мысли. Притом на канале он об этом не говорит же, да? Он вам рассказывает про то, что он анализирует, он аналитик, он прогнозирует. Неизвестно на чем. Чуть-чуть там прочитал, что бы набивольно сказал, кто чего где ляпал. Сам не знает вообще, как это могло повлиять и так далее. Но он начинает рассуждать. Я думаю, что экспортерам и импортерам курс должен быть вот примерно вот так. Потому что я вот здесь вот начертил, поэтому вот примерно вот так. Почему? С чем это связано? Как в этот момент работает с бюджетом ситуация? Как работает фонд национального благосостояния? Какие были валютные тары? Он этого всего ничего не знает. Но он рисует. Он рисует и в это верует. Так вот, господа, исходя дальше из этого, что мы, собственно говоря, с вами по нефти поговорили. Запасы у нас остались достаточно низкие. И нефть сейчас пытается вернуться за 90. Но доллар ее давит. Вы сейчас только что это видели. Ну и теперь смотрите. Соответственно, дальше у нас выходили объем промышленного производства в Российской Федерации. Как я уже вам говорил, это прежде всего то, что может повлиять на ситуацию, как раз получить сигналы, что будет со ставкой. Если объем промышленного производства чувствует себя неплохо, и значит, соответственно, не сокращается. Это нам говорит о том, что значит экономика устойчивая. Ну и в принципе ставку она может пережить. Но что мы видим? Объем промышленного производства год к году. Предыдущий он был 5,4. В прогнозе был 5,8. А вышел 5,6. Вот вам, пожалуйста, живые признаки того, что экономика тормозится. Да, вопросов нет. Борьба с инфляцией. Борьба с инфляцией, безусловно. Основная. На курс, как мы уже говорили, это не влияет. Центробанк, Минфин управляют все равно курсом искусственно. Единственное, на что может повлиять ситуация со ставкой, это то, что кредитование оставалось ключевым источником роста денежной массы. Вот к вопросу, когда мы говорим с вами об эмиссии рубля, мы каждый раз смотрим, как, насколько увеличилась денежная масса, соответственно, каким причинам. И вот первая причина, это кредитование оставалось ключевым источником роста денежной массы. То есть, чем будет дороже ставка, чем дороже будет кредит, тем меньше его будут брать. И вот таким образом, да, можно повлиять на сокращение эмиссии рубля, соответственно, уменьшить и, собственно говоря, ослабление рубля. Теперь давайте дальше. Значит, аукцион по размещению пятилетних казначейских нот, это, как вы понимаете, ситуация связана с облигациями. И дальше председатель ЕЦБ Лагарк выступит с речью, и после нее выступит глава ФРС господин Пауэлл. Его, господа, мы, как я сказал, не дожидаемся. В принципе, с курсом уже к этому моменту все будет уже ясно. Мы уже закрылись там в 7 часов, грубо говоря, да, поэтому уже тут никаких колебаний не будет. Как бы он там не выступил, мы уже каких-то сильных изменений все равно в этой ситуации не увидим. Только на Форексе. Наверное, не Форекс, но это все будет фигня, потому что в итоге все равно все придет к тому, который был официально. Поэтому в любом случае я даже перестал рассматривать в последнее время. Обратите внимание, раньше я вам еще Форекс показывал. Сейчас это не имеет смысла абсолютно, потому что еще раз говорю, курс управляется искусственно. Теперь давайте быстренько разберем, что же мы будем ждать завтра. Значит, смотрите, Пауэлл, господа, для нас основной момент, да, это ситуация конкретно на укрепление доллара. И при той ситуации, когда мы знаем, что Третья мировая, риск большой, возможности взлет цен большой на нефть, да, естественно, доллар нужен крепкий. Тем более, когда мы видим, что ситуация с облигациями патовая, когда просто идет распродажа, уход идет в золото. Я вам рассказывал, как этот механизм работает. То есть, если бы сейчас, как вот вчера было, да, этот риск, угроза, был бы на бумаге, да, то есть, управляемый хаос, да, надо просто разделять. В Америке есть управляемый хаос и неуправляемый хаос. Когда есть управляемый хаос, когда Америка держит под контролем, но имитирует. То есть, она там рассказывает про замедление экономик, банковские кризисы, пандемии. На самом деле, это ничего нет. Но они это вот раздувают, там создают некие, как говорится, имитации этого, да, а потом, потом, естественно, зная о том, что ничего этого нету, они тем самым загоняют всех в госдолг. Потому что, когда ситуация нарисована, и они это понимают, все бегут в облигации. В облигации, потому что это тихая гавань. Лучший защитный актив, это, они всегда везде твердят, это американские облигации. Доллар, соответственно, на этом крепнет. Но вот, когда начинается реальная кипиш, когда реально начинаются риски того, что в американской экономике все будет далеко нехорошо, тогда все перебегают в золото. То, что является реальной стоимостью. Потому что вся резаная бумага, она не имеет стоимости вообще от слова никакой. Потому что государство в Америке, по большому счету, банкрот. Это никакой там ни патриотизм, ни еще что-то. Я знаю, очень много, как говорится, у людей, которые приходят с пробитыми мозгами, которые там, как говорится, настроены исключительно все везде хорошо, только в России все плохо. Я знаю таких, да, сталкиваюсь с такими очень много и часто. Но еще раз говорю, господа, немножко уйдите от своих методичек. Здесь чистой воды геополитика. Здесь чистой воды финансовая система. Поэтому еще раз говорю, Америка страна банкрот. У нее денег нет. Все войны сейчас в кредит. Тот кредит и тот долг, который на них висит, он фактически не оплачиваем вообще. И все, что их сможет спасти, это только если они захватят новые территории, все это дело фактически окупят новыми приобретениями, новыми ресурсами и так далее. Больше никак. Экономики у США как таковой на самом деле нет. Все компании, которые выросли в свое время, это был обратный выкуп. Когда была пандемия, все компании американские попадали. И что они сделали? Они напечатали деньги, дали этим компаниям, они себя взяли и выкупили на рынке. Поэтому еще раз говорю, экономики нет. Все абсолютная фикция. Единственное, чем они сейчас начинают по улемене пытаться как-то вытянуть, это за счет как раз полностью переоформления всего производства Европы у себя дома. Вот они перепенчают все эти предприятия, потому что они создали условия, когда энергоносители выросли огромно по сравнению с тем, что было, когда Европа покупала газ в России. И, соответственно, все производства в Европе стали просто неконкурентоспособны, нерентабельны. Им нужно было найти ту гавань, где, собственно говоря, прекрасно все, спокойненько и, соответственно, энергоносители дешевле. А это где? Это в Америку. Америка как создавалась? Всегда создавала везде хаос, войну. И в этот момент все капиталы, мозги, все бежали в Америку. Откуда было такое количество мигрантов, откуда было такое количество всяких патентов и прочее на разработке, потому что все это перетекало с других стран. Опять же, еще раз говорю, это не патриотип, это факт. Это факт, хотите, если мозги не запудрены, поддите, почитайте, поизучайте, но факт остается фактом. Поэтому в этой ситуации, когда Америка по факту является абсолютно страной банкрота, то естественно где защитный актив? То, что реально стоит. Доллар не стоит ничего, золото стоит реальную стоимость. Поэтому когда тихая гавань, когда создаваются вот эти искусственные хаосы, то есть мы не приходим в итоге к тому, что Америка не может существовать без хаоса. Ей нужен хаос для того, чтобы на этом зарабатывать, чтобы доллар в этот момент креп. Потому что он в этот момент выступает как защитный актив, потому что он резервная валюта. И мы с вами об этом неоднократно говорили. А когда собственно говоря эта резервная валюта фактически подвергается собственному обрушению, вот тут все перебегают золото. И мы видим, что после этого в облигации все собственно говоря уходят. Из облигаций уходят. вот уже какие были до этого аукционы, смотрите уже как все это дело распродалось. И вот этот процесс дедоларизации он как раз в этот момент проказывает себя в полной мере. Вот когда смотрите был период, когда заговорили, что возможно этой наземной операции не будет. То есть вот здесь вот этот управляемый хаос стал. Вот сразу начали покупать облигации. Как только появились признаки, что нет, все, облигации пошли распродаваться. Поэтому еще раз говорю, для того, чтобы понимать, надо учитывать все эти факторы. И тут не вопрос патриотизма, а понимание истории, науки, экономики, финансов, вот тогда и геополитики. И вот тогда уже начинает появляться та самая мозаика, которая собирается в общую картину. Теперь смотрите дальше. После того, как выступит Паул, с большой вероятностью, конечно же, он попытается поддержать доллар. Но мы с вами теперь смотрим, что у нас будет непосредственно господа в четверг. Саммит лидеров ЕС, ставка по депозитным средствам, моржевого кредитования ЕЦБ, заявление по монетарной политике и решение по процентной ставке ЕС. По Великобритании, ой, по Канаде, простите, мы с вами получили что? Ставка оказалась неизменной. По Великобритании, по-моему, тоже. В итоге, что у нас получается? Что здесь большой вероятности, а нет, кстати, по Великобритании мы еще будем, скорее всего, по Великобританию мы еще получим, да, я путаю, по Великобританию еще не вышло. Значит, смотрите, первые признаки у нас есть уже, да, что уже ставку здесь Канада не подняла. Сейчас будем смотреть за Европой, с большой вероятностью она тоже не подымет. И, кстати, я напоминаю, господа, доллар-рубль у нас находится в той зоне, где в свое время решалось решение по процентным ставкам. Вот здесь как раз. Теперь смотрите дальше. По Европе посмотрим, что будет принято по ситуации со ставкой, а там со ставкой проблема заключается в том, что они, как я уже только что рассказал, американцы их полностью переработали, и фактически у них даже не то, что там инфляция, не то, что там рецессия, у них стакфляция. И поэтому им уже ставку поднимать крайне опасно. Из-за этого мы, естественно, понимаем сигнал, что с большой вероятностью они тоже ставку поднимать не будут. И, между прочим, Америка это тоже понимает. Если они сейчас начнут поднимать ставку, они развалят Европу полностью, и у них не будет уже никакого последователя, который будет, собственно говоря, зависеть от их, этой долларовой системы, поддерживать ее в том числе. Поэтому, смотрите, дальше ситуация какая? После решения по процентной ставке мы ждем очень важные события. Это базовые заказы на товары длительного пользования в Америке, ВВП Америки, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Вот это, господа, основной массив данных после выступления Паула, который очень сильно может отразиться на ситуацию с индексом доллара. То есть, доллар на этих данных может также начать очень сильно укрепляться. Особенно, если ВВП вырастет, число первичных заявок на получение по пособой по безработице, если сократится, то это очень будет большой сигнал на то, что ставку можно поднять. Базовый заказ товарного длительного пользования, если тоже улучшится, это тоже еще один признак того, что экономика, вот это дутая экономика, но она как бы экономика. Она будет демонстрировать значит с большой вероятностью, что ставки можно будет повышать. Но это опять же только вопрос ожиданий, это не фактор, но на это может реагировать доллар, потому что тогда все будут рассматривать, рассматривать, как возможность повышения ставки. Если будет наоборот, казалось бы, вроде бы как все должно так работать, раз будет так, значит доллар будет крепнуть, раз будет по-другому, а именно, то есть ВВП например замедлится, число первичных заявок на получение по СОП заработится допустим вырастет, я прям идеальный вам вариант набираю, называю, базовые заказы на товар длительного пользования сократятся, и на этом доллар должен начать падать, доллар должен начать падать, потому что вероятность повышения ставки в такой ситуации крайне мала, но тут мы вспоминаем, что мы не художники, вспоминаем про фактор нефти, а фактор нефти расти, хотя если все-таки ВВП и все остальное покажет плохую динамику, нефть как раз может и не отреагировать, почему, потому что это как раз признаки замедления экономики, и нефть может даже начать наоборот ослабляться, и вот тогда доллар действительно ослабнет, но если нефть это проигнорирует и пойдет в рост, то и доллар все равно тоже пойдет в рост, вот это надо понимать, поэтому я и говорю, почему так сложно всякими рисунками, что-либо на самом деле угадать, предсказать, угадать можно, но предсказать, предсказать, наверное, тоже можно, потому что это все из области фантастики, из области мыслей, а вот назвать это анализом невозможно, потому что, еще раз говорю, многофакторность влияния на все эти слагаемые, которые в итоге влияют на курс, теперь смотрите дальше, значит, после того, как выйдет непосредственно вот эти данные, огромные значимости, будет пресс-конференция ЕЦБ, выступит Уоллер из ФРС, пресс-конференция Евробанка и плюс еще, да, будет выступление ФРС, понятное дело, они должны будут вот эти все данные определенным образом поддержать, соответственно, если доллар начнет ослаблять, надо будет его укрепить, а это надо будет выступить. Дальше, международные резервы Центрального банка Российской Федерации, как вы понимаете, это к вопросу о том, насколько наши резервы растут или падают, на это, как правило, рубль особо сильно не реагирует, но косвенно, скажем так, это определенные моменты дает, и если, естественно, наши резервы растут, значит, вероятность перекрытия каких-либо наших там внешних заинств и так далее, они, значит, не такие проблематичные, потому что нам есть чем все это дело крыть. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США, опять, как вы понимаете, касается добреющихся Америки, и здесь, соответственно, тоже может быть реакция, но вряд ли какая-то очень сильная, после вот тех данных уже ничего особо не перевесит. Председатель ЕЦБ Лагарк выступит с речью, и речь члена Комитета по денежной политике Калифа Британия, это вот как раз о том, что мы говорили, что тут уже вопросы связаны со ставкой Великобритании, но ставку конкретно нет, просто о том, что они будут планировать с точки зрения дальнейшего решения по ставкам. И опцион по размещению семилетних казначейских нот, это, как вы понимаете, господа, тот массив, который будет показывать, а как же все-таки облигации американского долга собственно размещаются. Если они будут размещаться плохо, доллар может пойти на укрепление. Если хорошо, значит, соответственно, потому что доходность начнет повышать, и, соответственно, доллар будет пытаться повыситься. Если хорошо размещается, там доллар может быть и не реагирует. Вот такой, господа, у нас получается календарь. Еще раз говорю, над всем этим плотно висит ситуация с сектором газа. Что бы там ни было, но мы, скорее всего, получим, как я уже говорил, отсрочку, как минимум, до следующей недели, но и этот фактор забывать мы никак не можем. Теперь смотрите дальше. Давайте переходить к прогнозу. Значит, кстати, смотрите, еще покажу вам реакции рынка. Смотрите, видите, S&P 500 пошел валиться ниже 4200. Вот это как раз те самые риски. Вот смотрите, все пошло куда? В золото. Доллар у нас пытается расти, но ему расти особо не на чем, только вот он, собственно говоря, давит на цены на нефть. Почему? Потому что облигации у нас распродаются, да, и в этой ситуации американский рынок оказывается под давлением. Во-первых, у него плохие отчеты, не очень хорошие, как ожидали. Так бы отчеты еще держали, там 4300, 380 даже могли достигать, да. А во-вторых, вот они, все признаки того, что ждут ситуацию с Ближним Востоком. Никто не хочет никуда расти, потому что риск офф, все, выключили. Потому что, как мы видим, ситуация нагнетается, и вероятность падения обвалов рынка, а я вас об этом предупреждал, вполне очень высока. Поэтому в этой ситуации мы должны быть готовы к такого рода форс-мажору. Но, вот мне там постоянно тоже писали, спрашивали, Слава, как ты думаешь, как отразится ситуация с Ближним Востоком на курсе. Дело в том, что курс-то у нас искусственный, господа. Мы уже говорили об этом не раз, для тех, кто первый раз канал смотрит, они об этом, естественно, не могут и не знать, так как стрелочники об этом не рассказывают. А у нас ниши этих каналов одна и та же, там одни и те же стрелочники сидят, Елисеевые, там всевозможные Кречетовые, Биржевики, Мэдмани, по-моему, Мэдмани как-то, курс доллара, конечно, это все одни и те же. Одни и те же, и все они чертят, 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 чертят. Кречетов, правда, еще и спекулянт в стакане. Так вот, ситуация какая? А, и очень не любит Набиуллина. Он очень прям разбирается, как надо вести экономику, он такой специалист по экономике, что просто у меня слов нету, какой он специалист, вот, и при этом все время пытается там что-то рассказывать про то, как надо делать что-то Набиуллина. Сам не зуб в ногой вообще не понимает, о чем, но рассказывает. Теперь смотрите разговор следующий. Давайте теперь перейдем к прогнозу. Мы-то с вами знаем прекрасно, что курс управляется у нас отсюда непосредственно к юань, к рублю. Если мы сегодня обратим внимание, опять же смотрите, вернемся сейчас на пятиминутку. Смотрите, тоже все наглядно, чтобы вам доказать, что курс абсолютно у нас искусственный. Доллар у нас пытался сегодня укрепляться, пытался, а по юаню у нас никаких укреплений не было. Что и соответственно естественно по доллару-рублю. Потому что здесь абсолютно копия рынка, просто копия графика. Вот он, доллар-рубль, юань к рублю. Почему? Да потому что доллар управляется к рублю через юань, а через доллар нет. И вы понимаете, что все художники анализируют доллар к рублю, хотя это зеркальное отражение действий на юаня. Но они в этом не знают. Кросс-курсы, еще раз, да, здесь ситуация была банально простая. Если до этого нам все продавали юань, то здесь перестали. И мы с вами получаем, как я уже сказал, давайте уж сразу на один день перейдем. Смотрите, на юане вот этот бар. Это наш камень предкновения. 1280-1260. Именно здесь, да, еще раз говорю, обратите внимание, тут пяти волновки у меня есть, да, там какие-то скользящие, по барной анализ даже и так далее. Но я вам на этом анализ не строю, обратите внимание. Мне все это даже в принципе особо и не нужно, потому что я знаю, что, где, на чем и как происходило. Я знаю каждую коррекцию на чем произошла. Это все фундаментал. Это все заявления, указы президента, разговоры о том, что нельзя держать там курс за 101. Разговоры Набиулина о том, что они могут вести там экспортный контроль и, собственно говоря, контроль валютный. Потом все это не оправдалось. Потом разговоры о том, что, собственно говоря, непосредственно будут наращены очень сильно валютные интервенции со стороны ЦБ и Минфина. Но при этом, господа, о чем тоже не знают ни Кречетва, ни биржевики и прочее, у нас есть фонд национального благосостояния, который тоже наполняется. А наполняется он, господа, юанем. А вот сейчас они этого не делали, но у них еще впереди приличный срок это делать. Поэтому, исходя из вот этих всех факторов, ситуация выглядит следующим образом. как я уже сказал, перед ставкой, а мы фактически пришли вот в эту зону, вот здесь, тогда мы ждали ставку, ровно вот в этой зоне. Притом там, как я уже говорил, решались, по-моему, Россия вообще первую приняла, потом уже Европа, потом ФРС, и после этого хоп, и дальше полетели. Дальше полетели. Почему? Потому что здесь была девальвация рубля через эмиссию рубля. Мы уже с вами говорили, эмиссия рубля за это время росла. Более того, я вам показывал каждый раз вот эти графики по валютным интервенциям. Тогда они отсутствовали фактически. Только три последних месяца валютные интервенции начали непосредственно появляться. А почему-то, потому что, опять же, все это касалось прежде всего, во-первых, а, неполного возврата валютной выручки. Тогда мне еще все время вот в этом периоде говорили, Вячеслав, вы забыли про НДПИ. Я говорю, да не забыл про НДПИ. Оно не работало просто. Оно просто не работало. Во-первых, валютная выручка возвращалась не вся. Была такая возможность, да, чтобы импортеры могли там, например, закупать, как говорится, импорт, да. А во-вторых, когда ввели вот эти ценовые потолки, да, в которых мы оказались, там проблема заключалась в том, что когда они и возвращались, даже эта валютная выручка, да, это вот эта зона. Вот она, красная зона, это нефтяные потолки. Это у нас цена на Юрлс. Вот она, смотрит, сколько времени мы бабки не получали. О-о-о-о! Это дневной график. То, когда мы даже получали эти деньги, да, они приходили в тех же рупиях. В основном, потому что покупала у нас та же Индия. Так мало того, что цены Юрлс были, ну, там, в районе 50, так у нас еще дисконт был 20 там с лишним, 25 долларов. То есть, мы вообще там по 20 с лишним долларов продавали. Представляете, сколько казна не доверало? Понятное дело, что, естественно, деньги, где было брать? Денег не было. А денег надо было брать и держаться, что и делал, в принципе, Минфин и ЦБ. Они просто печатали. Просто печатали, и на этом, собственно говоря, так как мы еще раз возвращаемся к процессу, у вас нет возможности иметь доллар. Доллар у вас токсичная валюта. Заморожены счета. ЗВР заморожены, Фонд национального областного состояния заморожены. Где возьмете вы деньги? Как я уже сказал, один вариант. Либо пойти там получить ОФЗ, например, разместить, а они плохо размещались, у нас все-таки не американские облигации, да? Занять на внешних рынках у вас нет возможности, потому что перекрыты, собственно говоря, все возможности, да? Санкции и прочее. Где вы будете брать деньги? Вот крето, чтобы посадить вот в такую ситуацию и сказать, давай умник, заработай бабки, блин, такой ты умный, там в каких стаканах спекулянтов поищешь, на Биулине будешь рассказывать, что надо делать. Никто этого не знает. А ситуация была, естественно, найдена простая. Во-первых, так как мы отвязались от доллара, и мы уже не могли там не печатать больше, чем есть саму в доллара, да? Раньше так было. Раньше была привязка к доллару. Поэтому, когда все ждали, что как доллар полетит, и рубль полетит вниз, да? Потому что привязка к доллару была. Тогда холодильники покупали телевизоры и так далее. А сейчас-то нет. Почему я вам говорю, история не повторяется, господа. Каждый раз вам говорю про то, что история не повторяется. Не надо думать, что если было вот так, то надо отсюда откладывать. Это вот говорит о том, что тоже умники с техническим даже анализом, идиоты. Потому что вот это нельзя было считать вообще никаким хаем. В принципе. Потому что это был форс-мажор. Когда началась военная операция, здесь просто был вот этот, ну, его можно назвать просто шумом. Потому что на самом деле это все было нереально. Вот реальность. Вот реальность. Вот это было. Регуляционные меры. После включения регуляционных мер мы сразу опустились в район, там тогда по юаню, это 8.50, а по рублю там те самые 50, там и прочее. Вот это вот были те самые инструменты, которые может задействовать ЦБ и Минфин. Поэтому, когда, господа, смотрите на график художника, который там начинает раскладывать на 150 долларов, это мы сейчас в юань смотрим, 150 долларов, вообще своей макушечкой не понимая, что будет с экономикой, если рубль станет 150. Но он дебил, а он этого не понимает. То это сразу вспоминайте, что вот здесь вот, вот здесь вот, да, в начале ЦБ и Минфин ничего не делали, да, в начале происходила реакция на ситуацию. А вот здесь они включились. И сразу просто так возьмите, вот так вот визуально посмотрите, что может сделать ЦБ и Минфин, если захотят. И у вас сразу придет понимание в голове, что вам втюхивает просто фуфло, которое на самом деле реально не работает, и естественно никакого из этого прогноза курса быть не может. Поэтому ситуация, господа, была, да, такая, что денег не было и нужно было их где-то брать. А брали их на печатах. Но печатали не просто так, от балды, а под те золотовалютные резервы, под те непосредственно нефтегазовые выручки, которые приходили, но сделать вы с ними ничего не могли. Например, также индийская рубия, да, если она была не конвертирована. Но рубли вы могли напечатать. А чтобы сдерживать курс, вам нужна вторая пара, да, для того, чтобы когда доллар пойдет расти, вам надо что-то продавать. А что вы будете продавать? Доллар продавать не можете, рубль тоже, потому что рубль, он естественно будет обвал собственной валюты. Юань? Вот так эта система и была придумана. Юань покупался, когда доллар падал, когда доллар рос, юань продавался. Все, вот так и регулировался курс. Поэтому вот так и установился. Вот таким вот образом. Но так как рубль был напечатанный, еще раз говорю, девальвация рубля была. Вот здесь, кто не верит, пожалуйста, зайдите, посмотрите ежемесячные значения. Посмотрите вот здесь, в августе 23-го года годовой темп прироста рублевой денежной массы М2 снизился до 22,9. Снизился, а он был там 24 с чем-то. Но он есть, 22,9 процента. Это денежная масса, рост денежной массы. То есть те самые, те самые напечатанные рубли. Поэтому, естественно, это девальвировало рубль. Это девальвировало рубль, потому что, тем более, когда происходили операции закупки того же юаня, они автоматом обрушивали рубль. Ну, не обрушивали, а, естественно, просто удешевляли его. Вот и все, что здесь происходило. Поэтому, когда мы с вами начали делать уже прогнозы, исходя из понимания, что происходило, а до этого мы тоже об этом еще долго шли к этому. Мы все тоже там тогда сидели, гадали, что же происходит. Какие-то странные процессы. Потом мы во всем этом разобрались. Но многие рисовальщики, естественно, так как они в принципе-то не разбирались, они и не стали разбираться и не знают. Так вот, смотрите, вот эти вот импульсные бары для нас были после этого основные сигналы. Не технически. Технически мы просто ориентируемся на тех ценовых отметках, где произошел сам процесс. А процесс этот именно девальвация рубля с помощью новой эмиссии рубля. И вот этот процесс был последний. Это 12.60-12.80. Мы ориентировались в начале вот этот 13.20-13.10, но мы его преодолели. В итоге вот этими направленными интервенциями, но еще раз говорю, господа, не забывайте, набор фонд национального благосостояния никто еще не отменял, а покупок здесь нету. Нету. Здесь просто направленная операция, скорее всего, чтобы не поднимать, я думаю, что ставку. И сюда же мы приходили предыдущие разы, обратите внимание, в тот момент, когда происходили вот эти либо словесные интервенции, либо фундаментальные вмешательства в рамках там заявления о всяких там интервенциях и так далее. Но я говорил, что ситуация меняется. Если до этого там не было валютной выручки, если не было там экспортной выручки, которая там за зерно и прочее, если неконвертируемая часть была больше, чем конвертируемая, это было одни условия, сейчас другие. Но все равно мы видим остановку. Остановку ровно на середине этого импульсного бара между 12.60 и 12.80. 12.70 это его середина. И вот здесь скорее всего повиснет то самое ожидание. Это мы уже переходим к прогнозу. Я вам вчера его давал, сегодня ничего не поменялось, сегодня мы подтвердили тот факт, что 12.70 по юаню мы пробивать судя по всему не будем. И теперь мы идем уже сюда. Простите, вот сюда. И это соответственно соответствовало по доллару 93. Что тоже показало смотрите, похоже. Те же самые признаки. Еще раз говорю, это не говорит о том, что это стопроцентная гарантия и что все, мы на этом как бы укрепляться закончили. У нас есть еще вот эта зона 92 и 90.5 что будет соответствовать юаню соответственно. 12.60 12.80 Вот он тот самый бар, который он только что показывал. Вот он его тело полное и вот собственно говоря 12.60 и 12.80 Вот сюда мы можем еще дойти. Что по доллару уже будет и 90 даже. 92 будет пробит и 90. Но пока пока я думаю, что этого не будет. Потому что с большой вероятностью я больше чем уверен, что вся эта операция была проведена в рамках того, чтобы не поднимать ставку, чтобы продемонстрировать, что указ работает на 50 что мы можем спокойно контролировать курс всех как говорится успокоить а после этого заняться старым делом заполнением фондом национального благосостояния и тогда что у нас будет происходить юань начнут покупать юань начнут покупать допустим начнут покупать 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 там допустим до 13.5 а потом раз и опять продажа нефтегазовой выручки особенно вот здесь евро смотрите все таки обратите внимание сегодня опять мы укатывались ниже и опять возвращаемся на 99.50 о чем я и говорил что вот эту зону скорее всего по евро мы остановимся мы пробивать не будем для тех кто канал смотрит впервые я сейчас еще раз вам кое что покажу смотрите где должен быть курс на самом деле по доллару 82.84 вот здесь у нас все уже давно расчерчено при том не на технике господа не на технике это никакие там не нарисованные уровни по лаям по хаям это чистый фундаментал чистый мы знаем где были вот эти импульсные бары мы знаем где был этап новой эмиссии и вот собственно говоря мы на эти коридоры ориентируемся а если вы обратите внимание вот это зона принятия еще одной ставки как раз вот здесь еще один вариант был приемлем ставки и вот прям ровненько куда мы тогда пошли первый раз а потом там словесные интервенции тык-тык-тык-тык ну вот мы сюда и вернулись отсюда уже пошла эмиссия так что доллар на самом деле стоит 84.82 почему все и говорят рубль недооценен рубль недооценен потому что они знают что они его искусственно девальвировали они его искусственно девальвировали вот в чем дело и по евро господа у нас тогда коридор виснет вот здесь 90.88 вот 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 в этой зоне вот в этой зоне вот здесь должно быть евро но такого укрепления сейчас не будет не будет потому что вспоминаем Путина нам нужно чуть-чуть да условия меняются но все равно бюджет надо наполнять тем более операция СВО происходит сейчас уже в новой фазе фактически наступление поэтому деньги нужны и вот это евро рубль вполне вероятно вернется обратно на свой диапазон 99.5 и соответственно там 101.5 120.5 просто не вот здесь оно будет ходить а вот здесь тут мы вспоминаем слова Силуанова о том что курс кому-то нужен крепкий кому-то слабый мы считаем должен быть прогнозируем вот и все вот оно и есть почему я вам каждый раз говорил что господа курс стремится к стабилизации ему не нужны американские горки ни один бизнес не сможет тогда прогнозировать и инвесторы не будут привлекаться ему нужен диапазон но чтобы прийти к этому диапазону ну тут извините не должна быть такая геополитическая постоянная ситуация когда постоянные риски и когда экономике приходится постоянно адаптироваться все что мы видим все эти ослабления курса укрепления это все инструмент который работает ЦБ и Минфин для того чтобы наполнять бюджет выполнять все задачи бюджетной политики это бухгалтерия господа сведение дебетов с кредитом балансом поэтому еще раз говорю никакие стрелочки никакие уровни этого вам ничего не спрогнозируют и исходя из этого еще раз напоминаю мой прогноз все таки удержали 93 еще раз говорю не дают стопроцентной гарантии что в итоге не пробьем все равно вот в той же персональном сопровождении да в которой услуги у нас есть я уже говорил мы непосредственно рассматриваем все равно вот эти зоны все равно их рассматриваем но действовать мы будем по ситуации естественно будем смотреть прямо внутри каждого дня но вот возврат его уже не стоит ждать там сразу 97 там 7,5 сразу но я его жду в итоге вот сюда возврат отсюда все началось отсюда начались все эти разговоры по поводу надо вводить валютный контроль и так далее то есть сюда мы можем доходить не обязательно что мы обязательно туда дойдем мы можем и ниже быть диапазон может установиться например там не выше 95,5 вот такой диапазон вот где все это было начерчено вот в этом диапазоне мы в итоге можем оказаться вспоминаем заявление всех этих политиков и прочее что там от 90 до 92 но это вот ровно то что мы чертили до этого кто-то говорил там о 94 до 96 у разных там всяких есть варианты кто-то говорил там на 80 и прочее к этому пока рано это в перспективе да курс 10 вот это курс реальный вот это курс все что нужно действовать с моим филом поэтому верхняя граница сейчас она быстро не пойдет естественно вверх почему потому что ждем ставку какое будет решение по ставке и что скажет Набиулина еще раз говорю влияние конкретно ставки на курс нет есть косвенное воздействие прежде всего ставку принимают в рамках борьбы с инфляцией а курс устанавливается ЦБ и Минфином поэтому здесь риски уйти на 90 мы еще имеем но уже с большой вероятностью 93 мы остановились этот все-таки признаки на это есть и когда мы начнем уже постепенный разворот то это 94 с половиной вот сюда мы можем дойти не выше скорее всего 95 с половиной 97 с половиной станет с потолком а дном это пока 90 с половиной но с большой вероятностью все-таки удержание 93 это что касается доллара что касается юаня здесь соответственно включаем зону 1260 вот эти все промежуточные зоны мы не берем а на настоящее укрепление рубля я вам тогда еще говорил еще много-много роликов назад это когда пробой 1160 начнется по юаню вот когда 1160 начнется вот тогда можно ждать прямо укрепление рубля конкретное до момента этого а для этого нам надо пробить в начале 1260 этого естественно не будет значит соответственно можно будет торговать в диапазоне понимая что он уходит в начале вниз диапазона потом уходит вверх диапазон диапазон будет меняться в зависимости от конъюнктуры действия ЦБ Минфина также вспоминаем что продажа вот этой экспортной выручки обеззалова она тоже временная мера и она может быстро довольно поменяться еще один момент господа да мы тоже каждый раз с вами обращаем внимание аукционы обратите внимание они у ФЗ стали вот видите совсем-совсем в таком прям бренджевом динамике никакой сильной динамики вверх нету что тоже указывает на ослабление рубля потому что если ОФЗ плохо размещаются а у нас с вами есть данные они при том достаточно непонятны мне несколько по описанию значит смотрите у нас прошел аукцион по облигациям Минфин 25 октября проведет аукцион по продаже ОФЗ в итоге он прошел Минфин на аукционе разместил выпуск ОФЗ на общую сумму там 40,731 миллиард рублей на аукционе по размещению ОФЗ с подгашением 12-го с 25-го года было продано бумаг на общую сумму 40,731 миллиард рублей а вот выручка от аукцион я никак не могу понять как они тут это трактуют то ли это дефис то ли это минус 39 то есть тут не совсем понятно все-таки разместились они по-настоящему или нет но судя по индексу мы видим что роста никакого резкого нет то есть возможно аукцион опять плохо разместился и это господа опять очередной для нас сигнал что рублю то укрепляться особо уже и не на чем то есть и перекрытие бюджета за счет ОФЗ у нас тоже пока не очень поэтому с большой вероятностью что мы все-таки действительно этот 13-й простите 93-й по долгу удержим долг рублю по юаню удержим 12,70 и возвращаться будем 12,90 ну скорее всего не выше пока 13 опять же пока но и 12,60 мы тоже остаем в диапазоне оставляем потому что сюда еще дойти можем такой сценарий все равно рассматриваться например в моменте когда будет говорить набиулина и допустим там будет решение по процентной ставке вот в этот момент может уйти например резко вниз а потом тут же уже начать разворачиваться это надо понимать вот такие сценарии очень часто у нас там были отскак и пошли на новую девальвацию поэтому здесь на самом деле я считаю зону покупателей надо ждать и покупать и по евро смотрите здесь соответственно как я уже сказал возврат с большой вероятностью на 99,5 и соответственно в район там 101,5 102,5 пока не выше то есть занимать вот этот диапазон не вот этот а вот этот опять же все это господа временно потом эта картина может поменяться так что вот так вот господа а вы говорите стрелочки а вы говорите уровни это все не работает поэтому не забывайте об этом и очень аккуратно смотрите потому что люди к нам приходят на персональное сопровождение они уже как правило зашли в позицию по одному из таких художников почему я вам рассказал о том что будем каждый раз об этом говорить потому что к сожалению 99% ниши по курсу долг рубля я просто пересматривал все каналы телеграма ютуба они все как под копирку практически разница только в том что кто-то что-то еще читает там например в новостях да и там рассказывает там вот заявили о том что там возврат экспортной выручки и потом не понимая процесса не знаешь что как работает но начинает на своем рисунке рассказывать я думаю что и для экспортеров импортеров когда вот если сказали что надо возвращать эту выручку и это вот будет комфортная цифра вот здесь потому что я там нарисовал уровень я жду там коррекцию и так далее или закрывать новостной гэп ну это же чушь говорю ну просто чушь поэтому еще раз говорю будьте очень осторожны будьте очень аккуратны прежде чем принимать инвестиционные решения на таких прогнозах прогноз этим не является потому что любой прогноз это прежде всего должна быть аналитика аналитика не может включать в себя только рисование чертежей поэтому господа напоминаю еще раз те кто интересуется не только курсом доллара рубля а вообще финансовыми рынками подписывайтесь на наш телеканал трейдер клаб анализ акций у нас там всегда есть абсолютно реальная аналитика это не какая-то еще раз говорю антиреклама мне эти товарищи вообще не конкуренты вот поверьте мне то что делаем мы не делает практически ну никто даже РБК рассказывает совсем по-другому уж я этих выпусков пересмотрел миллион свое время и даже иногда попадают и сейчас вот кстати по нефти господа это было неофициально минус 2668 также напоминаю что собственно говоря те кто все-таки допустим интересует такая вот услуга персональное сопровождение у нас есть вот такой пост да можете в конце дня всегда его находить в телеграм-канале заходить подавать заявку там соответственно с вам свяжутся и все вам объяснят и соответственно расскажут ситуация заключается в том что получив такую услугу вас будут сопровождать неважно там по валютам потому что очень много сейчас именно заказов чтобы сопровождать по валютам получше в цене войти кто-то покупает для бизнеса большие объемы зачастую вот поэтому очень важно там зайти по хорошей цене соответственно если у кого-то она есть там вы надо и продать получше и так далее и тогда вот собственно говоря мы непосредственно в реальное время каждый день если это плачен период соответственно хоть ночью сообщаем о всех изменениях о всем что может повлиять даем уже рекомендации стоит ли подождать стоит ли не спешить стоит ли уже брать стоит ли брать как и так далее то есть все это тоже соответственно проходит в этой услуге Также напоминаем, что у нас абсолютно живой чат, абсолютно живой, видите, каждый день мы смотрим, туда люди добавляются, вот, потому что, естественно, там у нас также абсолютно естественно настоящая аналитика между подписчиками, подписчики у нас постепенно сами себя также фильтруют, обучаются, да, то есть они уже, если там до этого доходит, там, из теньков пульса, там, ракета, там, или подводная лодка, как в обычной интервью, да, вот, то здесь они начинают понимать, ага, рынок, оказывается, то ходит не просто там одна акция куда-то пошла, оказывается, есть факторы, между самыми взаимосвязаны, оказывается, новости выходят, новости надо отследить, нужно правильно их прочитать, нужно правильно выставить цепочку событий, воздействия потом этого всего на рынок, и вот тогда они начинают понимать, вот оно, оказывается, как, это, оказывается, Семен Семенович не просто за графиком следить, куда что идет, а ты можешь заранее уже по графику, уже до этого понять, куда он даже пойдет, когда ты понимаешь, какие механизмы на это все воздействуют, а уже вот эти черточки, да, там, мне написал один подписчик в ютюбе, что у каждого разные стратегии, кто-то там следит за опционами, я открою вам, господа, секрет, опциончиков вообще очень мало, а настоящих хороших опциончиков вообще единицы, так я вам открою секрет, я опционами торговал довольно активно, притом на американском рынке, интерактив брокерс, есть такой брокер, оттуда потом я все эти деньги вывел, потому что риски того, что там все это заблокируют, резко возросли, поэтому по поводу опционов, фьючерсов, синтетических опционов, все это я знаю, господа, и не надо мне рассказать, что это какие-то там особые стратегии, по опциону вы в лучшем случае увидите, какое настроение у на рынке, но там все это быстро может поменяться одним махом, и собственно говоря, сцена опциона, она тоже меняется волатильна постоянно, потому что все это зависит именно от новостей, поэтому не надо мне рассказывать, вот какие там стратегии и так далее, еще раз говорю, ничего не заметит фундаментал, ничего, стрелочки, уровни вам подскажут, да, они могут подсказать, то есть, например, там, мы знаем, даже Фибоначчи, да, я на самом деле к ней плохо не отношусь, нет, господа, вы должны понять, я к технике не отношусь плохо, я отношусь к тем, кто на этой технике формирует весь свой анализ, потому что, ну, процентное соотношение Фибоначчи, да, уровни там расширения и так далее, да, это работает, когда ты понимаешь, что происходит, но когда ты пытаешься сделать прогноз исключительно на процентном соотношении цены, ну, это же чушь, это же бред, потому что, еще раз говорю, цена может пойти совсем в другом направлении, просто и потому, что есть фундаментал, который ее двигает, мы уже приводили пример даже с криптой, даже с тем же биткоином, что ходит он тоже, исключительно по фундаменталу, вот, вот это вот, вот этот вот чистокол, вот этот чистокол, да, а вы здесь ничего не угадаете, вы здесь можете хоть обчертиться, да, там, на одноминутном графике, ловить какие-то коррекции, подъем, вот этот чистокол, да, он будет у вас там где-то по примерному соотношению волатильности и прочее, да, но вот это вот, господа, ни один ваш черточка, ни один уровень не предскажет, потому что это фундаментал, именно он двигает ценой, поэтому, еще раз говорю, будьте очень осторожны, и мы всегда будем об этом говорить, что это очень опасное, когда вы пытаетесь воспользоваться такой аналитикой, которая аналитикой не является, но вас вводит в заблуждение, в связи с этим, господа, если вы хотите все, соответственно, понимать, за всем наблюдать, курс у нас плавающий, соответственно, снидите за нами, мы каждый день это будем делать, также, в конце недели, в пятницу, мы будем подводить итоги, собирая весь этот массив данных, как это делают, на самом деле, крупные игроки, вы в курсе, что они не торгуют, как правило, в среде недели, они ждут, когда вся неделя соберется, и в самом конце только начинают вступать в игру, потому что им нужно, чтобы все вот это вошло в цену, это опять же к вопросу о том, что там работает и как, и также, между прочим, внутри дня они, как правило, тоже не торгуют, а по закрытию дня, почему прежде всего существует закрытие цен, но это уже детали, поэтому еще раз говорю, в пятницу будем подводить итоги, а вот уже в воскресенье у нас будет обзор в следующей неделе, господа, в которой мы уже соберем опять весь массив данных, опять у нас будет календарь, и опять мы его подробно будем разбирать, смотреть, как, что может повлиять, и вот исходя из этих уже данных, не рисунков, а именно данных, именно фундаментальной части, мы будем пытаться приблизиться, господа, к прогнозу, не гаданию, не предсказанию, а к прогнозу, который построен чисто на аналитике здесь и сейчас, прежде всего, с возможностью понимания механизмов, поэтому, если не хотите ничего пропустить, господа, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.